МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это Суть дела. Еще в 80-е годы прошлого века при Дэн Сяопине Китай стал с интересом присматриваться к Израилю, точнее, к его вооружению. Тогда же прошли первые поставки израильского оружия в КНР. Эксперимент оказался успешным. С этого в 1992 году начались полноценные дипломатические отношения. Успехи военно-технического сотрудничества подтолкнули КНР к тому, чтобы внимательно присмотреться к Израилю с точки зрения оценки его достижений в сфере развития у себя в стране экономики инноваций. В 90-е годы наблюдался неуклонный рост двусторонних торгово-экономических отношений. Но самое интересное начало происходить уже в 21 веке. В начале нулевых появилась информация, что Израиль передал Китаю ноу-хау, свернутого в самом Израиле по бюджетным и дипломатическим соображениям, проекта создания многоцелевого истребителя «Лави» – Чэнгду-Джей-10 в китайском варианте. По многим параметрам равного или превосходящего американские и советские аналоги того времени. Эта сделка во многом способствовала формированию современной военной авиапромышленности КНР. Китай обязался только не продавать новый истребитель врагам Израиля, предоставить Израилю право использовать внедренные китайской стороной разработки израильских ученых и рассматривать Израиль в качестве полноправного партнера при продаже истребителя третьим странам. Сегодня Израиль занимает второе место после России по объемам военно-технического сотрудничества с Китаем. Как отмечается в отчете комиссии Конгресса США по американо-китайским отношениям, израильские поставки – это электронные системы управления огнем для китайского военно-морского флота, оптика и средства связи, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух», беспилотники, авиационные тренажеры и другое высокотехнологичное оружие и техника. В 2014 году китайская компания China Harbor Engineering, вторая по величине в сфере дноуглубительных работ компания в мире, выиграла тендер на строительство новых контейнеров-терминалов в Аждотском порту. А в 2015-м китайская Shanghai International Port Group получила от израильского правительства концессию на управление в течение 25 лет портом Хайфы. Таким образом, китайцы получили контроль над двумя из трех морских ворот Израиля. К тому же там располагаются базы ВМС еврейского государства. Если к этому добавить, что Китай проявляет активную заинтересованность в строительстве железнодорожной ветки между центром Израиля и портом Эйлад на Красном море, а также участвует в строительстве легкого метро в Тель-Авиве, и ритье туннеля на горе Кармель в Хайфе, то создается впечатление, что КНР всерьез рассматривает Израиль в качестве логистического хаба между Европой и Азией. Китайский бизнес стал активно интересоваться приобретением израильских компаний, как малых инновационных предприятий, стартапов, так и крупных фирм. Среди наиболее заметных сделок по приобретению китайскими компаниями израильских можно отметить, например, покупку Махта Шимаган Индастрис, это производитель средств защиты растений. Хэм Чайна в 2011 году, приобретение крупнейшего израильского производителя молочной продукции Тнува, китайской Брайтфуд в 2014 году, и, наконец, покупку ведущего израильского бренда косметики Мертвого моря Ахава компанией Фасун в 2016 году. Китайцев интересуют израильские технологии в таких сферах, как интернет, кибербезопасность, медоборудование, альтернативные источники энергии, агротехнологии. Если в 2015 году сумма китайских инвестиций в израильские компании была меньше миллиарда, то в 2016 году она долетела до фантастического показателя в 16,5 миллиардов долларов. Для Израиля долгие годы в процессе формирования собственной экономики инноваций, опиравшегося только на одно государство – США, появление нового партнера с высоким инвестиционным потенциалом означает как минимум диверсификацию источник поступления средств, что всегда является позитивным фактором. А как максимум – возникновение еще одного огромного рынка сбыта своей инновационной продукции. Все это привело к потеплению отношений между странами. Китай намерен провести у себя прямые переговоры по палестинско-израильскому урегулированию уже в конце нынешнего года. Об этом Си Цзяньпин сообщил на встрече с Махмудом Аббасом. Пекин явно намерен заработать себе дополнительные очки в глобальной игре. Китай явно намерен стать второй страной наряду с США, у которой с Израилем будет полноценное стратегическое партнерство. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok